Американская готика. Это известная картина американского художника Гранта Вуда, которая была создана в 1930 году и считается одной из самых известных картин в истории американского искусства. На картине запечатлена обычная фермерская семья, стоящая перед своим домом в стиле готика. Отец и дочь стоят бок о бок с весьма кислыми лицами и в простой крестьянской одежде, что их отражает как трудовиков, фермеров и показывает рутинность их будней. Грант Вуд, художник-регионалист, не особенно известный за пределами штата Айова, никак не ожидал резонанса, который получила им присланная работа на конкурс Чикагского института искусств осенью 1930 года. Портрет провинциальной пары был написан в манере, сочетающей старомодность и самобытность. В целом она является отличным примером американского модернизма. Мужчина с тяжелым взглядом, как будто преграждает вилами зрителю доступы на свою территорию к женщине и к дому и к наглухо запертыми стрельчатыми окнами. Все это навевает смутные ассоциации с такими, знаете, мрачными тайнами готического романа. Кто-то воспринял американскую готику как дань уважения сельским труженикам среднего запада, но чаще в ней усматривали некий зловещий подтекст или на сатиру, или на провинциалов. Одна фермерша даже угрожала откусить художнику ухо. Было и такое. Ох уж эти хейтеры. Я не писал сатиру, пояснял удивленный трактовками Вуд. Я пытался изобразить этих людей такими, какими они были для меня в тот момент жизни и в жизни, которую я знал. Хвалители и хулители картины сходились в одном. Художник уловил такое нечто подлинно американское, поэтому она и не оставила равнодушными стольких людей по всей стране. Это, конечно же, Вуда изумляло. Он не помышлял о сатире. Он сам был сыном сельских жителей и ранние годы он провел на ферме. Позже воспоминания о детстве в сельской глубинке и семейные альбомы с фотографиями в таком викторианском духе стали для него основным источником вдохновения. В августе 30-го года в городке Элден художник приметил деревянный дом с окном, напоминающим о таких средневековых соборах Европы. Стиль, популярный на Среднем Западе в конце 19 века, называли плотницкой готикой. Провинциальные мастера украшали здание неоготическими викторианскими мотивами. В Вуду очень понравились такие, знаете, вертикальные линии обшивки, которые рифмовались с линиями окна и, конечно же, дух старины. Он сделал наброски и поехал домой воплощать замысел. К концу 1950-х картина фактически превратилась в то, что сейчас называют мемом. Если нужно было высмеять или разрекламировать нечто такое типически американское, например, политиков, идею, еду, сразу рисовали или снимали очередную пародию на это произведение искусства. И число пародий на картину Гранта Вуда растет и по сей день. Американская готика вызывает множество толкований среди искусствоведов и зрителей по сей день. Существует несколько разных интерпретаций сюжета на этой картине. Некоторые видят в ней простое изображение американской семьи, в то время как другие воспринимают ее как аллегорию американской идентичности и условий жизни на фермах в то время. Многие связывают картину с идеалами простоты, трудолюбия и силой американского крестьянского класса. Она стала таким символом их упорства и самодостаточности, хотя сам художник никогда явно не выражал какие-то определенные намерения относительно ее толкования. Строгие линии и контрастные тени, которые он изобразил, написав семью, создают чувство строгости и суровости. Американская готика полна символизма и вызывает размышления о социальных, религиозных и культурных вопросах, связанных с американским комьюнити в то время. Она запечатлела образ американской семьи, верных своим принципам и непоколебимых перед всеми тяготами и испытаниями жизни. Картина также вызывает вопросы и обсуждения о ее стилистическом направлении. Некоторые эксперты считают ее примером региональной живописи, известной как регионализм. Это движение в искусстве стремилось отразить особенности и характерные черты конкретных регионов и культур США. Гранд Вуд является одним из наиболее известных представителей регионализма, и его работы почти всегда имеют отношение к жизни именно в сельской местности. Он создавал образы, которые буквально неразрывно связаны с их местом происхождения, и именно поэтому его картины достаточно легко узнаваемы. Эта картина является ярким примером такой живописи, в которой достигнут баланс между достоверностью и идеализацией. И независимо от толкования искусствоведов, американская готика остается заметной и мощной работой, которая продолжает вдохновлять и волновать зрителей по всему миру. Ее символическое значение и такая эмоциональная сила делают ее значимым произведением искусства, которое, ну, будем откровенно говорить, продолжает привлекать внимание и вызывать интерес, и будет еще много лет. Давайте теперь рассмотрим детально аспекты картины и что они означают. Ведь мы знаем, что каждая деталь хорошей работы относится к чему-то и что-то олицетворяет. Интересно, кто же стоит за главными героями? Первое. Мужчина. Вуд писал его со своего дасиста Байрона Макиби, вовсе не мрачного человека. Врачу тогда было 62. «Мне нравится ваше лицо», как-то сказал ему Вуд. «Оно все как бы состоит из длинных прямых линий». Макиби согласился позировать при условии, что его не будут узнавать на этом портрете. Вуд, конечно же, не сдержал обещания, и сделал персонажа очень похожим на модель. По словам художника, конечно же, не намеренно. Кто бы мог подумать. Второе. Женщина. На картине изображены отец и дочь. На этом особенно настаивала модель сестра художника Нэн Вуд Грэхэм, хотя многие журналисты принимали персонажей за супругов. Яркая и жизнелюбивая Нэн позировала для образа такой угрюмой и старой девы, но все равно огорчилась, что выглядит на картине немного старше своих 30 лет. Она также утверждала, что Вуд присмотрел в Сидор Рапидсе гораздо более подходящую модель, но не решился предложить ей позировать. «Советую повесить этот портрет на одной из наших добрых сыроварьи на Йовы», иронизировала в письме в газету регионального назначения жена фермера миссис Эрл Робинсон. С выражением лица этой женщины определенно будет скисать молоко. «Я бы хотела, чтобы эта завистливая дама прислала мне свою фотографию», — ответила Нэн. «Уж я-то знаю, куда ее повешу». Третье — виллы. На карандашном эскизе в качестве символа сельскохозяйственных работ мужчина держал грабли, но Вуд хотел, чтобы это орудие в руке персонажа ассоциировалось не с садоводством, а с уборкой сена. К тому же вертикальные линии зубцов соотносятся с другими вертикальными линиями картины и формируют определенный композиционный ритм работы. Например, строчка на джинсовом комбинезоне мужчины и полосы на рубашке, как и рамы окон и террасы, и растения на заднем плане. Крыша сарая копирует очертания вилл. Вуд любил включать в композицию картин именно повторяющиеся геометрические мотивы. Четвертое — очки. Доктор Байрон МакКиби, послуживший моделью, действительно носил очки с линзами такой восьмиугольной формы. Округлые были у отца художника. Вуд хранил их в память о нем, а когда вернулся из Мюнхена, заказал себе такие же. И вот детские воспоминания о провинциальной Америке конца 19 века были связаны для Вуда прежде всего с родителями и их вещами. Пятое — передник. Типичный элемент одежды фермерских жен из рода Вуда. Такие носила и мать художника. Вот именно кайму устаревшего фасона Нэн по просьбе Вуда нашили на передник, в котором она и позировала. Эта тесьма вышла из моды, вспоминала Нэн. И в магазинах ее не было. Она спорола ее со старых маминых платьев. Шестое — брошь. Брошь Персифона — стилизация под античную камею. Вуд купил это украшение для матери в Европе, поскольку девушка на ней, как считал художник, была похожа на Нэн. И подобные камеи были популярными украшениями именно в викторианскую эпоху. Седьмое — бегония и щучий хвост. На заднем плане пейзажа мы видим любимые на Среднем Западе домашние растения, которые именно и олицетворяют женскую домовитость. Восьмое — шпиль церкви. Консервативные обитатели американской провинции, наследники такого пуритана первопоселенского муда в большинстве своем были примерными прихожанами. Родители самого художника познакомились в Пресвитерианской церкви. Хэти Уивер в свободное от работы время была там органистской, а Мервилл Вуд возглавлял воскресную школу. Девятое — красный амбар. Этого строения не было рядом со зданием из Элдена, но его присутствие позади героя указывает народ занятий, так же как растения в горшках за плечом женщины. Красный амбар был нарисован на кухонном шкафу, сделанном отцом Вуда. Это был единственный предмет мебели, который мать забрала с фермы, когда семья уезжала оттуда. И для Вуда этот шкаф всегда был символом дома. Особенностью этой картины является ее некая пафосность и мистическая атмосфера. Гранд Вуд использовал технику резкого контраста между светлым и темным, чтобы создать ощущение такой некой загадочности и драматизма. Картина символизирует упорство и силу американского крестьянского класса. Американская готика реально стала иконой американского искусства и получила широкую популярность во всем мире. Она была выставлена во многих музеях и является частью коллекции арт-института Чикаго. Эта картина продолжает вдохновлять и затрагивать сердца многих людей уже более века. Кстати, напишите в комментариях к этому видео, какую картину вы хотите разобрать более детально и подробно. Я читаю все комментарии и мне самой интересно узнать что-то новенькое. Поэтому жду ваши ответы под этим видео. Всем спасибо за просмотр этого видео. А с вами была я, Ольга Алексеева, канал Тарила Арт. И давайте узнавать все про искусство вместе.